добрый день уважаемые зрители сегодня пойдет речь о спортивной фармакологии мне в комментариях здесь писали на эту тему самара александров егер лесной также в комментариях разных соцсетях периодически эта тема возникает я уже и снимал видео об этом и писал статьи то есть есть мы стоять те химия и жизнь и продолжение там химия жизнь 2 а вот это хитовые такие статьи которые были изданы в нескольких журналах которые вошли в несколько книг и так далее будут ссылки в описании посмотрите почитайте я вам достаточно подробно этой темы касаюсь с разных сторон но я вообще стою на позицию ученого я смотрю на все инструменты которые существуют в мире спорта в том числе и в мире профессионального спорта просто с точки зрения и к целесообразности без лишних примесей ну и вообще с точки зрения того что это такое и как на это смотреть потому что ну я не приемлю все это мистики шумихи там разных сказок которые вокруг этой темы все время крутятся у нас уже вообще дошло до того что глазах обывателя то есть невозможно стать силачом без фармакологии но и другой стороны ну как бы на всех спортсменов смотрят как на каких-то самоубийц ну а как последствия то есть процветает какая-то такая торговля во всяких коммерческих фитнес заведениях где в общем-то недобросовестные люди барыги там убеждают клиентов что ничего ничего учиться не надо тренироваться не надо вот есть волшебные таблетки которые все вам дадут но также не бывает чудес не бывает и как бы я не верю ни в какую мистику я просто изучаю вопрос ну и периодически мне смешно когда попадаю в какие-то ситуации как однажды мне там заболел глаз чуть-чуть воспалился я пришел главному врачу платную клинику а там была пожилая дама которая на меня посмотрела и сказал ну вот у спортсменов все время что-то происходит потому что они едят всякую бренду я так воззрился ну во-первых я к тому времени давно не выступал и вообще как бы мне стало интересно с чего она сделала такие выводы я и зовут вопрос она сказала что я вот когда вас увидела у нормального человека при плеч такой ширины быть не может значит вы спортсмен и вы значит ходите чем-то обколотом поэтому там у вас взял глаз воспалился я оттуда в общем достаточно быстро свинтил потому что ну бы если даже как бы врач такие вещи говорит но в общем возникает вопрос кто готовит таких врачей допускает их к работе но с другой стороны что-то мы хотим от обычных людей то есть ко мне приходили родители там моих учеников ну хотя я детей никогда не тренировал там в принципе здоровые лбу там которым там от 16 там кому-то 18 там плюс 20 лет и собственно говоря вот родители переживают а вдруг они увлекутся спортом и начнут подрывать свое здоровье допингом при этом как бы о том что гораздо более вероятно что они если не будут заниматься спортом то на улице страдая ерундой в нашем провинциальном городе они начнут или что-то пить или что еще хуже что-то нюхать там и колоть другое вот это их как бы почему-то не пугает а с моей точки зрения но об этом думать вообще дико тем кто не дошел до своего физиологического предела до этого предела там пахоты 6-10 лет при том не так как сейчас большинство тренируется даже молодых людей даже достаточно брутальных таких клубах спортивных а вот а действительно настоящий пахоты которые сейчас в общем уже наверное нет и до этих там 60 лет и до соответственно пределов физиологии но ты вообще нам единицы доходят в принципе вот удел этих единиц уже думать там употреблять там что-то или нет это удел про спортсменов села всем остальным об этом даже думать в общем нет никакого смысла потому что но это бессмысленный такой бестолковый перевод денег там ну и и каких-то экспериментов на своей эндокринной системы я сейчас смотрю на уровень людей которые выходят на соревнования по пауэрлифтингу там по другим силовым видом он аховый то есть у людей даже техника там элементарно и не поставлено хотя они считают себя спортсменами и лезут на помост то есть по сравнению даже там с годами там двадцать даже десять лет назад в общем-то уровень выучки и подготовки реально и он деградировал очень сильно то есть практически никто никого и никому учить и никто никого ничему не учит то есть все тут сейчас в инстаграм зайди там все гуру тренинга там постят там всякие идиотские выходки там клоунские но людей чтобы вот показали нормально там с нормальной техникой четкие спортивные движения да их можно там по пальцам наверно пересчитать и вот вокруг этого конечно пурно бурным цветом про процветают как бы всякие эфиристы которые там рассказывают сказки что с помощью волшебной таблетки дрищ там превратится в атлета не превратится в общем-то можете мне поверить то есть конечно безусловно на уровне профессионального спорта ну и вообще сейчас абсолютно точно известно какую прибавку дает в общем-то даже использование огонь серьезный максимальный фарм поддержки ну так там результат он не затворишь большой чтоб об этом там говорить как о каком-то чуде а с другой стороны вот эта вся публика которая толком в зале ничего не попробовал они там сразу же говорят ну так блин ну конечно он же небось химик там сидит на фармакологии а ну либо другой вариантом когда я там тоже некоторых встречаю лентяев разъездяев у которых просто не хватило но упорство не хватило силы воли там реализовать себя в спорте зачастую сейчас вот такая вот очень модная отмазка они говорят ну конечно я вот дальше там посмотрел а туда уже ближе там цифру к россии да они штанг всем а там не зачем это я вот не хочу и человек не хочет сам себе признаться что да ты же ты толком и не тренировался и проблема в том что ты не стал там спорта ничего серьезного не добился не в том что ты там вот не хочешь а в том что просто как бы не научился и не пахал ну а как бы там тоже это все звучит таким образом что кто-нибудь там приседает там или тянет допустим там четыреста там с чем его тянет ну конечно он химик там как будто если у него отобрать эту химию то у него результат будет там не 400 килограмм а 100 так вот нет ребята как бы разница там не очень большая и вы сначала дойдите на те же там 300 килограмм в той же тяги безо всего а я утверждаю что это можно делать и я тянул больше 300 не имея даже спортивного питания не говоря о чем-то другом поэтому не забивайте себе голову всякое ерундо и идите в зал и тренируйтесь